Из протокола опроса свидетельницы Большаковой Ксении Дмитриевны. 20 сентября 1941 года, дальше неразборчиво, на Дворцовой площади города Пушкин. Они разбегались, плакали, но их немцы собирали, избивали, а затем из автоматов открыли огонь. Трупы расстрелянных 15 взрослых и 23 детей валялись на площади примерно 12 дней, а затем ко мне в комнату пришли два немецких офицера. Один из них хорошо обладал русским языком. Он предложил мне убрать воняющие трупы на Дворцовой площади. Уже в первые дни оккупации здесь была расстреляна группа евреев, отсортированных эсэсовцами в подвалах лицея и гостиного двора. Как их нашли? Как их сортировали? В большинстве случаев их выдавали свои же, соседи. Да. Ну, некоторые имели ярко выраженную, так сказать, внешность. Как происходил расстрел? Привели 15 взрослых, в основном мужчин, и 23 ребенка. Дети, ну, видимо, пугались, они бегали, кричали. Это видело, здесь везде жили люди в служебных корпусах. Под подвозьми корпусами, да? Да, да. Это служебные корпуса Екатеринского дворца. Там жили сотрудники музея, просто жители какие-то, пушкинские обыватели. И они все это видели. Из окон лицея это было видно. Дети разбегались, и солдаты, вооруженные автоматами, грубо согнали их в кучу, и всех расстреляли из автомата. Трупы несколько дней лежали здесь. И когда... Здесь, на плацу? Да, да, на плацу. И когда начали уже разлагаться, ну, появился запах, немцы пригнали несколько русских женщин, чтобы захоронить. И... Мы знаем место захоронения. Ну, точное место я не могу сказать, но свидетели указывают, что трупы эти сложили в воронки и траншеи, которые здесь были, и засыпали землей. let's get it. Субтитры делал DimaTorzok 1, 2, 3, 4, 5... Субтитры делал DimaTorzok 1, 2, 3, 4... Субтитры делал DimaTorzok 1, 2, 3, 4... Серьезный проект, что это настоящий проект, что это такое, дело, в котором надо поучаствовать. Это с одной стороны. С другой стороны, тогда удалось найти местные деньги. Причем по нынешним масштабам деньги очень смешные. Тогда ведь это был не только еврейский проект. То есть это были проекты Пушкина, и как-то они школы задействовали, и в школах какие-то собирали, ну, маленькие, но какие-то денежки. Сейчас это было бы формально. Решили власти – поставили. Не решили власти – не поставили. Субтитры делал DimaTorzok В начале октября в городе было вывешено объявление на русском и немецком языке о том, что все граждане должны зарегистрироваться в военной комендатуре, евреи должны зарегистрироваться 4 октября, все остальные – 8-го, 10-го октября. После регистрации их собралось несколько сотен человек. Их приводят в парк и размещают в подвалах Екатерининского дворца. Вот здесь, в этих подвалах? Да, 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 прямо в этих подвалах. Сколько их здесь держат? Их держат буквально 1-2 дня. Они уже знали, что это ждали. Да, они все знали. Известно, что они пришли и собрались во дворе военной комендатуры. Многие были с вещами, с какими-то чемоданами. Надеялись, что вывезут их на машинах в какое-то другое место, как им обещали. Но когда их вели в парк, они уже все знали. И есть свидетельство, что они пели грустную песню еврейскую. Уже по дороге... Да, по дороге сюда. И старики одели талисы, и многие молились. Музыка Музыка В середине 80-х годов, в 86-м году, если мне память не изменяет, один из наших друзей, Даниил Романовский, тогда активист подпольного еврейского движения в Ленинграде, он уже много лет сейчас в Иерусалиме живет, он тогда записал интервью с еврейкой из Пушкина, которая рассказала о том, что в годы оккупации еврейское население здесь было расстреляно. В частности, были расстреляны ее родственники. И, собственно, из этого интервью мы вообще впервые узнали и осознали, что вот здесь, всего в 30 километрах от центра Ленинграда, Петербурга, происходили события Холокоста. Ну, вообще мы могли бы и сами догадаться, но для нас это было какое-то вот далекое событие. Как вы могли догадаться? Ну, всюду жили евреи. Мы должны были сообразить, что евреев всюду расстреливали. Но мы собирали свидетельства, но где мы были? Там, откуда наши родственники, Белоруссия, Украина. И есть такая болезнь в Петербурге, что вот это вот далеко. И вообще в Советском Союзе было, обычно говорили, там, о свенцах. Что это где-то там вот было. Я помню, была статья как раз у Алика, в которой он писал, что Холокост — это единственное еврейское событие, которое было в Советском Союзе. Которое мы можем, скажем так, ощутить. Ну, потому что это было наше восприятие. Вот мы приезжаем в какие-то бывшие еврейские местечки, ну, строительно недалеко от Петербурга. Какие годы это было? В 80-е, в конце 80-х. Значит, ну, Горбачев уже был при власти, но это, в общем, до перестройки еще было далеко. И, так сказать, что называется, КГБ за нами очень внимательно смотрело. В 87-м году, вот я первый раз поехал в то, что называется, Глубинка, в бывшие еврейские местечки на юге Псковской области или на востоке Белоруссии. И вот это и было впечатление. Вот здесь когда-то жили евреи. Вот здание бывшей синагоги, но оно, так сказать, не похоже на синагогу, это такая изба местная. Вот, значит, такая российская глубинка, российская провинция. Тут раньше жили евреи. Что вообще можно об этом узнать? Что можно ощутить? Какие мы там старинные ешивы, там что-нибудь такое? Нет, этого ничего здесь не было. Здесь советская власть с 17-го года. Здесь об этом никто уже не знает, не помнит. Единственное такое вот событие еврейского здесь пребывания, это то, что всех евреев в один день расстреляли. Я рос с ощущением, что это было где-то вообще не здесь. Что Холокост был где-то там? Где-то там. Сначала вообще не в Советском Союзе, потом где-то на Украине, в Белоруссии. И вот осознать, что это на самом деле было вот здесь, могло быть с моими родителями, с моими бабушками, которые здесь жили. На самом деле ведь в Ленинграде жило 300 тысяч евреев. А Пушкин – это было вообще место, где жили традиционно кантонисты. То есть тут была еврейская колония до революции. Куда все делись? Отсюда их начали выводить на расстрелы. Да, их выводили партиями и по подкапризной дороге вели на юго-западную окраину парка, где находится обширное зеленое пространство с группами деревьев. Его называют розовое поле. И на этом поле их группами расстреливали. Сколько времени продолжалось убийство? Видимо, один-два дня. Потому что прямых очевидцев нет, ни одного. То есть никто своими глазами не видел, что там происходило. Но те, кто что-то слышал, говорят, что один-два дня. Сколько имен погибших мы знаем? Мы знаем 21 имя. Всего? Да. Всего 21 имя. И сотен погибших? Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok